МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой нашей программы Андрей Рымель полученное филологическое образование успешно применяет в музейной работе и в журналистике. Как обычно, в начале программы я предложила герою сказать несколько слов о себе. А я должен сказать, что где я родился, крестился, но это же не важно как раз. Мне кажется, важно это вот то, что человек пытается как бы принести в мир, то, что он делает, а не где он родился. Ну так, родился я где-то, и у меня даже есть двое детей, и жена, и что еще? Кот. И хомяки какие-то. Этого достаточно. Для меня самое важное то, чем я в данный момент занимаюсь. Я работаю в музее, и как я вижу свою миссию, это я пытаюсь сделать так, чтобы музей занимался работой не только с вещами, но и со смыслами. Но на самом деле так всегда и было, да, просто форма этой работы меняется. То есть любая вещь, да, она к чему-то отсылает в нашем сознании. Вот. И когда мы это понимаем, да, тогда у нас появляются какие-то новые способы работать с вещами, да. То есть мы в конечном итоге всегда работаем с картиной мира, да, не просто, там, с той или иной вещью. И вот, наверное, это, я не знаю, самое главное или не главное, ну, для меня самое интересное. Ну и вообще, все, что, наверное, я могу сказать про себя, это что мне интересны вот эти вот процессы. Это понимание того, как устроен я сам, и устроена культура, общество и так далее. Вы довольно молодой человек, работаете в музее. Как вы здесь оказались? Ну, на самом деле это не такая уж редкая история. Хотя, то есть во многих музеях сейчас такие люди, как я, работают. Да и я не такой уж молодой. Но, с другой стороны, действительно для меня довольно такая необычная история. Ну, я филолог по основному образованию. Я всегда занимался и там пытался заниматься литературой. Кроме того, я журналист, мне кажется, у меня это временами неплохо получается. Вот, а в музей меня позвала вот новый директор его, Людмила Михайловна Савченко. Вот, она сюда пришла с довольно такими большими планами и проектами. И, естественно, как-то пыталась искать людей, более-менее соответствующих этой направленности. Ну, и вот как-то вот так и я оказался среди них. Да, я долго думал, потому что это, в общем, очень ответственное занятие. Ну, вот некоторые мысли показались настолько соблазнительными, что я решил, что надо попробовать. Ну, вот это один небольшой пример, как мы пытаемся работать с современной литературой, да, и показывать как бы метод художника. То есть это очень известный поэт, концептуалист Дмитрий Пригов, но одновременно он был и художником. И вот мы показываем с одной стороны его тексты, вот, и там в том зале визуальные стихи, а с другой стороны показываем его визуальные искусства и вариации на тему его инсталляции, вот, сделанные при помощи художника Яны Клинк. Да, и, ну, так это, на первый взгляд, наверное, выглядит непонятно, но если вы вместе начинаете читать стихи вот эти, вот, то начинаете понимать, зачем им эти газеты, глаза. Вот, то есть, в принципе, вот тут в этих двух залах мы как бы такой основной творческий алфавит Пригова попытались показать, но это вот такая малая часть, но на самом деле намного интереснее будет то, что мы покажем, ну, начнем показывать на усадьбе вот с конца следующей недели. Это огромный проект, без, ну, действительно, для нашего музея огромный проект. Я не помню, не знаю, даже были ли подобные по масштабу. Вот, и там будет сразу несколько течений современной литературы показано, но и человек сможет не только посмотреть, вот, как здесь, да, а он сможет опробовать на себе все эти методы, то есть самому попробовать, как бы, испытать эти методы производства текста, которыми пользовались эти художники. И самое главное, не просто там что-то, какой-то текст произвести, а, как мы надеемся, еще что-то понять при этом, то, что они понимали об устройстве мира, себя, культуры современной и так далее. Да, вот как раз вот эти визуальные стихи Пригова, да, здесь он, как бы, накладывает разные высказывания и тем самым, как бы, демонстрирует их штампованность. Но, а внизу, на усадьбе, да, на открытой площадке мы делаем проект, в котором человек сможет сам заняться подобными методами совмещения языков не советской эпохи, Пригов же это делал в 70-е, 80-е, о современной России, там, скрестить язык шансонов, там, с женской сентиментальной поэзией, да, и, как мы надеемся, то есть, действительно, ну, пощупать, что ли, из чего состоит вот современное мышление, да, ощутить, что есть очень много моделей, которыми мы бессознательно пользуемся, да, мы думаем, что мы себя выражаем, а на самом деле это они себя выражают через нас, вот эти вот готовые мыслительные конструкции. И вот, в общем, стоит сходить и посмотреть, что это будет, тем более, что там можно будет не только смотреть, а, как я уже сказал, действительно делать что-то, участвовать в культурных процессах. В музее научная работа, она довольно специфическая, есть разные точки зрения на это. В любом случае, тут есть несколько элементов. Есть какой-то уже собранный, очень большой достаточно фонд, да, то есть, какое-то количество, так сказать, наследия, и с которым мы работаем, во-первых, просто приводя это в порядок, да, потому что, ну, по крайней мере, у нашего музея очень большое количество вещей, которые даже до конца не исследованы, да, но эту работу в основном там делают наши фондовики, да. И мы, главное, наверное, что мы сейчас должны, над чем мы думаем, это то, как показывать весь этот материал, да. У нас есть экспозиция, которая в основном была создана в 80-е годы, и нужно как-то ее модернизировать. И у нас есть огромное количество материала, которое музей с самого своего начала практически собирал, связанного с литературным процессом в Самарской области, в Поволжье и в целом в России, там, начиная с таким, то есть, в каждый момент, когда этот материал собирали, это был современный литературный процесс, 60-е про 60-е и так далее. Вот, и вот этой линией сейчас, наверное, я занимаюсь активнее всего, то есть, вот мы сейчас как раз заканчиваем большой проект, связанный именно с современной литературой, поддержанной фондом Потанина. Делаем большую выставку. Вот. Это, с одной стороны, такая как бы побочная линия в этом музее. Все-таки главное тут Алексей Толстой, Горький и так далее. Но, с другой стороны, это вот контакт с современностью, который сейчас, мне кажется, очень важная проблема для всех музеев. И находя какие-то новые формы этого контакта через литературу, мы, как я надеюсь, можем выработать и какие-то способы, новые способы обращения вот с наследием, так сказать, классиков того же Алексея Толстого и так далее. Вы что-то для себя открыли здесь, вот из-за этого прорыва времени, когда вы погрузились в нашу грамму? Ну, вот такого, что я не подозревал, что история и история литературы – это очень многослойная вещь. Такого, конечно, не было. Я же все-таки не вчера родился. Но, я не знаю, для меня лично немного удивительно, что я проникся такой симпатией к фигуре Алексея Толстого, который мне вначале казался таким, ну, очень скользким, и, можно так сказать, гражданином, вот таким соглашателем. Вот, но даже вот в этой его… То есть, даже вот эту его черту как-то я начал вдруг видеть, как такой элемент его какой-то разносторонности. Ну, и вообще, наверное, все-таки вот самая тут интересная – это работа все-таки с людьми, а не с вещами, да? То есть, очень большой коллектив, собственно, и филологи, и журналисты, они же люди такие, которые, ну, как бы… Они большую часть работы делают наедине с собой или там, ну, в каком-то… Ну, вы понимаете, да? То есть, все-таки это разница, что вы берете интервью, да, и мы друг от друга как бы никак не зависим, в принципе, да? А тут именно такая работа коллектива, да, и ты не можешь ее сделать один, и вот это для меня такой очень новый опыт, вот, интересный. Не всегда я с этим справляюсь, но мне кажется, это очень многому меня научило. В целом, мне казалось, когда я пришел сюда, что литературный музей – это такое место, в котором как-то немного не хватает литературы, вот. То есть, очень много историй про писателей, про их вещи, про то, кто когда женился, вот. А вот текст, он как-то всегда остается за кадром. И это такая проблема, потому что люди-то читают все меньше, да, и одно дело, когда в Ясную Поляну приходят, наверное, они специально ехали, поэтому у них нет проблемы, они уже начитались Толстого, им действительно не нужно рассказывать про его произведения, им интересно посмотреть на человека, да, на его следы. А мы в силу специфики этого музея, да, занимаемся помимо Алексея Толстого, который, в общем-то, ну, все-таки тоже не такая уж вот суперизвестная фигура для современного читателя, еще множеством писателей поменьше, которых большинство людей вряд ли читали. Да, и проблема сделать так, чтобы человек, приходя в музей, узнавал не только о биографии этого человека, но и погружался в его художественный мир. Вот эта вот связь текста и человека, это мы очень осторожно, да, пытаемся сделать, думая о модернизации экспозиции, связанной с творчеством Алексея Толстого, да, то есть как больше рассказать в ней о его художественных открытиях, не только об основных вехов его судьбы. Ну, это работа долгая, вот, работа ни одного человека, то есть тут очень много, ну, должно быть консультаций, обменов мнениями, и, в общем, она только начата. Ну, вот, наверное, вот это я пытаюсь сделать, да, то есть, как сказать-то, в одном предложении. Не то, что добавить в Литературный музей литературы, а скорее литература, в данном случае, как бы, ну, способ работы со смыслами, да, работы с, там, со знанием. Кроме научной работы Андрей Рымырь следит за событиями культурной жизни столицы региона и информирует о происходящем читателей. Ну, меня привлекает там то же самое, в принципе, что в литературе, то есть возможность, как бы, что-то понимать и углубляться в этот, в окружающий мир, что-то в нем понимать. Вот. Ну, с другой стороны, это занятие такое немного грустное в некоторых своих проявлениях, особенно когда, например, ну, я не знаю, приезжает какой-нибудь Гребенщиков, и ты берешь у него интервью или не берешь, ну, допустим, берешь. Потом через год приезжает Гребенщиков с новым альбомом, а ты опять берешь у него интервью. Через три года приезжает Гребенщиков у него, там, как бы, с двумя новыми альбомами, а ты все еще берешь у него интервью. Да, и вот этот вот момент грустный, и именно поэтому, вот, собственно, возможно, и я пытаюсь еще чем-то заниматься. С одной стороны, очень активно идет работа на то, чтобы упростить сознание людей, мне кажется, и им очень много показывается вещей, которые не то чтобы, ну, наверное, все-таки развращают, вот, приучают их к очень простым каким-то удовольствиям. А с другой, не знаю, опять же, какая-то странная проблема нашей страны, то есть те, кто забирается повыше и как бы берется воспитывать других, почему-то там оказываются часто люди с очень простыми какими-то, с простым устройством головы. Может, потому что, как бы, они в других сферах сильны, но почему-то вот считается, что раз уж ты где-то наверху, ты должен стать еще и моральным авторитетом, там, культурным, ну, как там в свое время Сталин, да, был специалистом во всех областях знания. Вот, может, из-за этого как-то общий уровень всего не так уж высок. Городские события волнуют Андрея не меньше, чем культурная и общественная жизнь страны, а даже больше. Рымер считает, что будущее за провинцией и ни в коем случае не умаляет роль своего родного города. Вообще, я родился в Риге, но фактически уже с первого года жизни я жил в Самаре, туда мы ездили только на лето. Вот, то есть, с определенного там периода времени я ее воспринимаю как родной город. Вот, и, в общем-то, мне здесь нравится, особо мне нравится эта географическая наша такая, как сказать, патология, не патология. Вот эта вот странная история с Самарской лукой. То есть, мне кажется, что-то есть, конечно, тут какое-то место силы. Мне нравится некая такая, ну, как бы провинциальная, ну, что ли, свобода, не свобода. По-моему, у нас действительно очень, даже при том, что очень многие уехали, все-таки очень много есть людей, которые что-то понимают, которые что-то могут, которые действительно живут какими-то, для которых интеллектуальная жизнь. Да, они не просто какие-то отвлеченные умствования, да, они действительно что-то с помощью этого понимают и, в принципе, что-то могут в жизнь привнести. Вот. Ну, с другой стороны, я не знаю. То есть, я знаю, что есть города, в которых все обстоит намного хуже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова